МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После заключения мира к середине марта по новому стилю германские войска по всей линии от Риги до Черного моря начали наступление на Украину и Донбасс. Немцы должны были получить по мирному договору с Центральной Радой 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, 2 миллиона гусей и кур, 2,5 миллиона пудов сахару, 20 миллионов литров спирта, 2,5 тысячи вагонов яиц, 4 тысячи пудов сала, кроме того масла, кожу, шерсть, лес и прочее. Немцы наступали на Украину по всем правилам. Колонны зелено-пыльного цвета в стальных шлемах, слабые заслоны красных войск сметались в тяжелой германской артиллерии. Шли войска, автомобильные обозы, огромные артиллерийские парки с орудиями, выкрашенными изломанными линиями в пестрые цвета. Гремели танки и броневые автомобили, везли патроны, целые мосты для переправы. Жужжали в небе вереницы аэропланов. Это было нашествие техники на почти безоружный народ. Красные отряды из фронтовиков, крестьян, шахтеров и городских рабочих, разрозненные и во много раз уступавшие немцам численностью, уходили с боями на север и на восток. В Киеве на место Центральной Рады, продавшей немцам Украину, был посажен свитский генерал Скоропадский, одетый в любезную самостейниками синюю свитку. Под бочениц держал гетманскую балаву. Хай же вечера, Украина! Отныне и навеки мир, порядок и благолепие. Рабочий к станкам, землероба к плугу. Чур-чур, сгинь красное наваждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова